всем привет кто ты это альфа версия видео подкаста рассказывающего о путешествии чуваков из ижевского и пауна в евро тур и алексей дакимов я ранее это же не она самая скромная но может быть не самое конечно из тех кто здесь мы тут в этой серии будем втроем вообще нас поехала 7 поехали еще паша соли и руслан ну мы в данный момент находимся в двухзвездочном отеле в и джей марина и джей марина такая местная марка курортная забитая полностью 2 3 звездочными не более отелями две звезды это довольно херово жить можно вот тут в номере нету кипятильника нету утюга нету фена и знаете душ находится в туалете надо сказать кипятильников нет нигде где там чайник варшаве четыре с половиной звезды в общем через восточную европу мы едем по хорошим отеле когда проезжаем на место оказываемся в самом дешевом ну так агентство хаген тревел разруливая поехали мы с хагеном потому что полгода назад я ездил с тем же самым хагеном в париж мне там очень понравилось вот когда мне там очень понравилось и возникло предложение ехать летом в италию просто решил что соберу толпу ну вот и собрал совсем человек это вам не шутки лёш разопарился с нашими документами ну и толпой путешествовать почему толпой путешествовать просто веселее во первых к тому же удобно и не нужно знакомиться с остальными людьми с бабульками с блондинками с пьяными толстыми мужиками да тут контингент в поездке он вообще говоря из смоленска весь и культурный уровень честно говоря меня немножко вымораживает потому что есть такие отдельные представители но о них я думаю мы расскажем потом в следующей серии довольно типичный по моему вообще культурный уровень но это не только для смоленска не только для смоленска то есть как нормальные обычные люди да вовсе не элита айти как мы что скромно мы элита мы элита айти да да всем привет мы элита итак 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 наше путешествие происходило следующим образом сначала мы добрались из смоленска пешком на поезде конечно ну подожди началось все загрызом сначала мы добрались до огрыза на два часа раньше чем нужно если кто не знает огрыз это такой транспортный узел и все больше там еще до железнодорожной станции там есть гуси да за эти два часа мы успели погулять по этому городу ну как мы вот мы же не только остальные вроде пошли жарить мы видели гуси и вообще жирность мы зашли в ресторанчик ну ресторанчик не станет скорее кафешка такая которые не побоялись покушать место вологмана но они еще думаю тоже об этом расскажут самостоятельно был какой-то прикол насчет слабослышащие официантки вот сели на тксовский поезд на неждевартовск москва и прибыли в москву несколько быстрее чем если мы ехали на ижевском на ижевском мы не боялись потому что да во первых неудобное время было так потому что цена на ижевский поезд чуть ли не 1000 рублей больше чем на неждевартовске вот в москве мы по-быстрому переехали перешли с вокзала на вокзал и сели на электричку или поезд москва ницца но не в ницовский вагон а в прицепной вагон москва этот брест обычно сидящий через пять с копейками часов были смоленский кстати да в смоленске мы были долго неоправданно долго и как неоправданно долго мы вообще-то рассчитывали что хаген нас отправит как бы на следующий день 26 числа с утра но потом перекладывали перекладывали в итоге выезд переложился на 26 число но не утро как изначально предполагалось на 10 часов вечера можете представить это опоздала куча народу все что-то друг друга звонили кого-то искали одну из этих бабушек ночи мы ехали без нее и из-за этого у нас смоленской организовался целый полный день и в этот целый полный день в смоленске мы в чем мы делали? гуляли? погуляли? гулатем дождя было совсем чуть-чуть про смоленске что могу сказать в смоленске живет собственно говоря мой дядик который является одним из основателей этого хаген тревелл профессор политик журналист ученый просто старый алкоголь человек и пароход да как и касалось смоленске людей пароходов очень много и они все друг друга ненавидят ненавидят? ну по крайней мере вот тот человек и пароход который сейчас сидит там на крыльчке он а он не смоленский лендин он откуда-то из Литвы кстати чувак который вот этот лендин из Литвы ему потребовалось брать кстати белорусскую визу да это очень смешно единственный из всех белорусскую визу пришлось брать чтобы в Белоруссию ехать в Польшу да виза у нас все в Польске но об этом тоже немножко позже а сейчас пока все-таки я в Смоленске так вот из-за того что у меня там живет много лет дядек я в Смоленске вообще говоря бываю довольно часто я там с самого детства появлялся ну бывало некоторые годы два раза в год как бы город для меня такой ну раз там дядик его жена трое моих двоюродных братьев город достаточно известный поэтому для меня впечатление Смоленске ну я вряд ли могу что-то путного рассказать в принципе я там много раз был так что лучше предоставлю слово товарищу что там нам понравилось в Смоленске стена стена в Смоленске хорошая строил Федор Акуль зубцы там как ни странно мы начали знакомство с итальянскими зубцами в Смоленске это немножко вымораживает но забрались на какой-то заброшенный кусок стены вот это будет по-моему одна из лучших вещей в этом городе на башню которая сгорела по-хорошему можно как-то людям фотки показать ну короче вот смотрите давайте помолчим пока фотки показаны вот погуляли по стене да то есть как бы прогулка по стене это одно из любимых развлечений любых визитеров Смоленска потом погулялись прогулялись по центру города там прекрасный парк гораздо лучше чем Бежевский Смоленск город маленький то есть там жителей физически намного меньше чем Бежевский но при этом как бы парковая парковая зона и места для сайтсинга они там ну дофига извините городу 1150 лет что еще было интересно в Смоленске ах да музей башня да музей башня там странная крыша очень внушающая смотришь такое наверное она такая сходит куда-то высоко 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 к центру это понятно что новодел и никакого смысла в средневековой башне строить такую крышу нет но внушает да мы там видели как ремонтируют кусок стены причем вот так реально ремонтируют что там еще кроме стены а да я хотел людей затащить в музей водки но к сожалению был не вовремя закрыт и там никто не стал дожидаться потому что мы были голодные а ближайшая едальня как показывал два диск находилась ух черти где то есть там было много едалин и все черти где от нас на самом деле ближайшая едальня была очень пафосная дорогая средний чек там был 1000 рублей как сказал тот же логист поэтому мы туда не пошли а вот прямо там же в крепостной стене рядом с музеем водки рядом с музеем водки был ресторанчик будете в музее водки это не ходите в этот ресторанчик как раз в музее водки то он по моему при ресторане как раз и находится возможно в общем в музее водки я в Смоленске все таки рекомендую зайти там интересная достаточно экспозиция там один большой зал который вот ну в общем зайдите обязательно забегайте забегая вперед меня меня достаточно впечатлила коллекция бутылок в одной из забегалок они не спойлили все ничего не сказали больше книжки ничего не сказали да я злодей я знаю это на следующей серии останется вырежь вырежь ничего не надо я же толком ничего не сказал мне понравились бутылки в одной из забегалок Не скажем, нет, скажем потом, конечно, как, но не сейчас. Так, в Смолевске мы проторчали целый день, прогулялись по городу, зашли в торговый центр. В торговом центре заходили местными набегами, пытались там закупить всякую, где-то еще раз забыл там набег. Естественно, никто не взял зонтики. Зонтики были дорогие, розовые, с кружевами, поэтому нам пришлось купить дождевики. Они и компактнее, они и удобнее в пользовании. И пока не понадобились. Да и вообще лежат запакованные. Было смешно, когда мы потихонечку по одному человеку заходили в один и тот же отдел, просили по два, четыре дождевика и вот так вот несколько раз. И в конце концов продавщицы такие спрашивали, да что там, дождь на улице? Как ни странно, в то время как раз дождь и был на улице, да. Но совсем незначительный. Мы надеемся, что в Праге нас не подмочат, хотя в Праге можете подмочить, так и узнаем. Пока не уверен. Да, в Прагу мы поедем только лишь через три дня. Ехали мы через всю Европу. Сколько мы ехали суток? А я не считал, было долго. Да, мы выехали из Смоленска, 26-го, поздно вечер, можно сказать, уже почти 27-го. Поехали 75 километров до Лорша, это уже в Беларуси. Пересели на нормальный автобус. Сначала у нас вез ненастоящий автобус, потом у нас вез настоящий автобус. Ненастоящий белорусский, с которого мы пересели на польский. С польскими номерами, с нормальными польскими водителями. Вот это вот просто счастье какое-то, что водители поляки. Они, ну, блин, я ездил с русскими водителями по Европе, мне не понравилось. Не такие распиздевшие, просто жулька какая-то. А польские нет, молодцы. Так, мы пересели в Лорше, значит, в польский автобус, доехали до Бреста. В Бресте перешли границу, причем очень быстро перешли границу, потому что автобус был польский. Мы пошли по зеленому коридору, там потратили на все просилы, это минус 45, наверное, вместо трех часов, как это обычно бывает. Поехали по Польше, до Варшавы. В Варшаву прибыли когда? На сколько? Где-то в первой половине дня. Да, да, да. Проехали мы, да, проехали мы через, ну, установились, конечно же, у приграничного комплекса Паджера, там всегда устанавливаются. А, в Паджера мы были в 11? Да. Значит, в Варшаве часа 2, наверное. Ну, где-то так. Брест-минус, вот. В Варшаве была, опять же, вот, в Варшаве началась адская жара. Ну, я бы не сказал, что там было прямо-таки адский. Ну, не так, как в Италии, но все равно там было очень-очень тепло. Все-таки самое жуткое было Польже. Впрочем, мы тоже об этом расскажем. Вот, в Варшаве мы пошли... Пошли скоро. Да. В Варшаве мы взяли Кшиштофа, который профессор. Отлично говорит по-русски и рассказывает про Варшаву. И еще поет песни иногда. И шутит. Хорошо. Неплохо шутит. Да, не пошло, в отличие от контингента. Ха-ха. Вот. От толстых мужиков пьяных. Да. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»